В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Константин, что у нас по тяжелым и ударным беспилотным летательным аппаратам? Есть ли они у нас? Или они в разработке? Ведется ли работа по БПЛА типа СКАД? Не слишком ли много типов разных малых БПЛА в нашей армии? Ну вот видите, вы тут столько вопросов задали. Я давно хочу сделать какой-то отдельный сюжет по беспилотникам. Потому что там действительно ситуация такая интересная. Мы еще 10 лет назад безнадежно отставали. По сути, во время грузинской кампании в 2008 году мы столкнулись с тем фактом, что у нас дееспособных беспилотников даже тактического звена практически нет. Если говорить о ситуации на сегодня, то в прошлом году заместитель министра обороны по вооружению генерал Борисов сделал заявление. И сказал он, я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был такой, что мы преодолели свое отставание от мирового уровня в беспилотных летательных аппаратах. Причем по всем позициям преодолели. Как в тактическом звене, так и в звене тяжелых беспилотников. Что касается тактического звена, о нем можно судить по действию наших войск в Сирии. И эти действия свидетельствуют, что действительно наши тактические беспилотники хорошие, если не лучшие, чем беспилотники других мировых лидеров в этой области. В прошлом году, опять же, был случай, мы его комментировали в своей передаче, даже видео я показывал, когда какой-то непонятный бесхозный беспилотник залетел на территорию Израиля. И евреи пытались его сбить. Они выпустили две ракеты из этих знаменитых американских комплексов «Патриот». Обе эти ракеты благополучно промахнулись. Потом этот беспилотник пытался сбить, опять же, еврейский истребитель, американский, но который в ВВС Израиля находится на вооружении, F-16. Опять он этого сделать не смог. И так этот непонятно какой-то, непонятно чей беспилотник, он там полетал и через полчаса улетел из воздушного пространства Израиля. Ну, я думаю, вы понимаете, что вряд ли это был беспилотник, я не знаю, Джабхат Ан-Нусра. Чей это беспилотник мог быть? Там появлялись потом заявления экспертов, что мы испытывали беспилотники, причем беспилотник на водородном топливе, даже там приводились какие-то характеристики. А это новое поколение беспилотников. Ну, и так далее. Да даже вот известный Орлан, ну, это самый известный наш беспилотник, о нем снимают и по телевизору передачи, и, так сказать, часто говорят. Он очень хорошо себя зарекомендовал. Что касается тяжелого класса беспилотников, то тут, понимаете, какая штука. Много, действительно очень много разных моделей предлагалось. Вообще, когда вот мы осознали, да, что мы отстаем, тогда была дана команда, естественно, максимально, так сказать, форсировать разработку этих беспилотников. И за это взялись самые разные конторы, самые разные фирмы. И действительно появилось огромное количество образцов. Ну, они отселись. В общем, в итоге, как я понимаю, несколько тактических образцов на вооружении находятся сегодня. А что касается более тяжелых, там появлялись разного рода по этому поводу сообщения, что вот Арктику там собираются какими-то реактивными беспилотниками прикрывать, да, что стратегически тоже появились. Но они в силу какой-то своей особой секретности вообще, вот вы говорите, скат. Скат это или не скат, там фрегат были какие-то, там их много было разных. Были заявления о разработке, значит, беспилотника 5-тонного класса и даже 20-тонного класса. То есть 20-тон это беспилотник такого же класса, как вот американский Риппер, да, который там 40 часов летит и дальность у него там, не знаю, полета 15 тысяч километров, а высота там до 17 тысяч километров. И он может нести на себе и разведывательную, и ударное вооружение и так далее, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что мы, в отличие от американцев, не нуждаемся в таком большом количестве беспилотников, во всяком случае, стратегических точно. Вот нам тактические нужны, их нужно много, да, потому что все-таки для нас основные театры войны, это театры военных действий, это сухопутные театры. И мы рассчитываем на применение беспилотников в помощь нашим сухопутным войскам, в первую очередь, в помощь артиллерии, реактивную систему залпового огня, да, ну и так далее. И так далее, и так далее. Что касается стратегических, кстати, стратегические беспилотники, они ведь нарушают договор о ракетах средней и меньшей дальности. Мы уже предъявляли претензии американцам. Но они их, правда, игнорируют. Дело в том, что беспилотник, он подходит под то определение крылатой ракеты, которая есть в нашем договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности, который был в 87-м году подписан. И там сказано, что с дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч нельзя. То есть все беспилотники, которые имеют дальность полета от 500 до 5,5 тысяч километров, строго говоря, попадают под договор о ракетах о запрещении разработки, испытания, разворачивания, развертывания крылатых ракет средней и меньшей дальности. Но сказать сейчас что-либо точно на эту тему я не могу. Еще раз повторюсь, что касается беспилотников тактического звена, ну и оперативно-тактического звена, здесь у нас, похоже, все в порядке. И это подтверждается тем, как эти беспилотники действуют в Сирии. Что касается тяжелых дальних беспилотников. Вот Борисов сказал, что они есть, но какие они, сколько их, какие они имеют характеристики, я, во всяком случае, ни разу в открытой печати этих данных не встречал. Продолжение следует...